Ну вы так называете, как будто это баснословные деньги. Ну для Москвы-то, для федерального бюджета нет. Я же обсказал бюджет Новосибирска, это 50. Ну, так не на свои же деньги строить. На свои. Почему на свои? Потому что Москва не строит. Москва строит московское метро. Все остальное... Приходится доказывать. Ну, кому доказывать? Чтобы мэрия Новосибирска брала кредит у Минфина для того, чтобы строить подземку. Ну вот что-то типа такое предлагается. Вот то есть вариант... А вот даром-то дать своим же людям в Сибирь, которая кормит Москву, это трудно. А почему в Сибирь? Привет, друзья! Это YouTube-канал Красньюз Лайф. Я журналист Дмитрий Полушин. Сегодня я нахожусь в Новосибирске. И накануне своего приезда я в социальных сетях спрашивал вас, какие темы вас интересуют. Один из самых частых ответов метро. В Красноярске метро нет. Мы его ждем, нам его обещают. А у наших соседей в городе Новосибирске метро есть. И многие отмечают, что это один из признаков столичности. Что Новосибирск более столичный город, чем Красноярск. При этом масса вопросов, естественно. И сегодня повезло мне и, я думаю, нашим зрителям поговорить с представителем Новосибирского метрополитена, руководителем информационно-аналитического центра Новосибирского метрополитена Владимиром Ивановичем Кузьминкиным. Здравствуйте! Добрый день! Ну, прежде всего, я заглянул на ваш сайт. Я ожидал, конечно, что в таком мощном городе, который покрупнее Красноярска, помногочисленнее и в чем-то, может быть, даже и побогаче у людей, хватает денег на дорогие машины. Когда есть своя машина, зачем спускаться в метро? Но я увидел, что трафик у вас неплохой. Поделитесь им. Расскажите, чтобы я не пересказывал информацию с вашего сайта. Ну, нужно начать, наверное, даже не с проблемы трафика, а с истории впервые на Новосибирском метрополитене задумались еще несколько десятилетий назад. Инженеры понимали, что это необходимо. Потом каждое десятилетие новые руководители пытались эту идею пробивать. И, наконец, удалось лично Брежнева и Косыгина убедить в том, что это необходимо. Это целая детективная история, как это было сделано, но главное, что это было сделано. И у нас появился метрополитен в 1985 году. Мы совсем недавно отмечали 35 лет. То есть все остальные новосибирские метрополитены, кроме Москвы и Питера, они относительно молодые, естественно. Мы самый восточный метрополитен страны, единственный за Уралом. Это звание может отобрать Красноярский, если он когда-то появится. Вот. Необходимость, ну тут очень простая вещь. Новосибирск еще с 20-х годов прошлого века, знаете, как называли, нет? Прозвище. Красноярск есть прозвище? Я не имею в виду, как Кемерово, допустим, Щегловка именует. А Новосибирск называли Сип Чикаго. Почему? Потому что самые быстрые темпы роста в мире. Сейчас, ребята, задумался, а как же Красноярск-то еще могут величать? Даже ничего в голову не приходит. Вот это реально был термин Сип Чикаго, и у нас этим гордятся. Вот. Очень быстро развивался город, промышленность. В годы войны эвакуированные предприятия, тогда я не буду пересказывать историю. И у нас город Левобережье и Правобережье. В чем сейчас оказался главный плюс Новосибирска, по сравнению с другими городами, где есть метрополитен, в том, что у нас метрополитен именно связывает город, левую часть и правую. В других городах, к сожалению, он связывал жилые кварталы и промзону. Промзоны больше нет. Соответственно, возить приходится воздух. У нас перевозка, как была востребована, с левого берега на правый, так и остается. Ну, поскольку вы начнете с современности, то проблема пробок, она никуда не девается. Я думаю, тут мы, наверное, вместе с вами можем оценить примерно одинаковый масштаб этого бедствия. И по всем вопросам Новосибирску, вы когда сказали, о чем спрашивают метро. А вот там сибирцы тоже самое говорят о вопросах. Они тоже хотят знать про метро. Каким оно будет дальше, куда будет развиваться. А Владимир, расскажите, какой трафик, сколько в год, в месяц людей пользуются метрополитеном? За все время мы перевезли более трех миллиардов пассажиров. Ну, это такая, знаете, цифра. Не, она красивая цифра. Красивая, ежедневная, ежемесячная. Да, вот мы можем с вами посмотреть. Здесь вот все написано. Ну, вы озвучьте, можете подойти к гостю. Вот посмотрите, например, значит, год тяжелый был ковидный, да, вот было 160 тысяч. Это очень мало. А нормальная, мы перевозим, вот, например, средняя была за год до этого 227 тысяч человек. Значит... А в городе сколько живет? В городе с мигрантами, ну, наверное, уже можно под два сказать. Официально полтора, миллион шестьсот. И, значит, главный факт какой? Мы всегда третий после Москвы и Петербурга по перевозкам. Ни разу это звание не уступали. И, в общем-то, мы, должен даже сказать, что три последних года мы наращивали перевозку. Она росла, вот пока вот этот ковидный год не поменял ситуацию. Но и здесь, кстати, можно похвалить Новосибирск. Когда была встреча не так давно в рамках ассоциации метро, то у людей падение. Ну, например, они имеют 74% от трафика, а мы 90%. То есть мы потеряли меньше, чем другие. Давайте разберемся, что такое метро для Новосибирска, какая его роль. Все побывали, я думаю, в Москве и знают, что невозможно Москву представить без этой паутины, потому что она соединяет все районы абсолютно и даже далее. Чем черта Москвы. А что такое Новосибирск? Многие отмечают, что сеть метро в Новосибирске, она, конечно же, не такая развитая. Ни как в Москве, ни как в Санкт-Петербурге. Это столько, сколько Москва сдает за год. Вот именно. Начали с пяти, постепенно росли, росли. И вот у нас впервые за довольно долгий промежуток времени появляется новая станция. Покажите на карте, какая у вас исторически первая, и как строилась по хронологии. Вот центр города, мы с вами находимся сейчас вот примерно вот здесь. Соответственно, вот площадь Ленина, Красный проспект, Октябрьский речной вокзал, Студенческий, вот это начало. Вот дальше, это вторая линия. То есть постепенно прирастали потом, по одной станции, по две. Последняя была Золотая Нива, но у ней еще как бы есть вопросы, там у ней пока один тоннель, то есть ее еще нужно доводить до ума. Единственная позитивная новость за много лет, это вот станция спортивная. Когда-то она была предусмотрена в советское время еще. Потом осталось только на бумаге. И вот благодаря тому, что в 2023 году состоится молодежь чемпионата мира по хоккею, вот здесь строится арена, которая будет совмещена с огромным концертным залом. В Новосибирске нет пока нормальной площадки такого уровня. И вот станция спортивная, она откроется. На реках у зрителей возникает вопрос, как вы решили вопрос с Собью. Я так понимаю, метро проходит над поверхностью реки. Да, это, ну, метростроение, понятие метромост, оно как бы общее, вопрос не вызывает. Но чем знаменитен Новосибирский метромост? Тем, что он самый длинный в мире. Мы с вами посмотрим точные данные. Вот когда к нам приезжают телевизионщики из самых разных компаний, из разных городов, они обязательно снимают этот метромост. Вот у меня ощущение по карте, что это далеко не весь Новосибирск. Что-то скорее его центральная часть. И все-таки огромное количество жилых массивов районов Новосибирска никак не охвачено станцией метро. И до них добираться приходится либо на общественном транспорте, либо проще вообще на личном. Совершенно правильно, но эта же картина относится абсолютно ко всем российским городам, помимо Москвы и частично Петербурга. У всех метро, это центр и основные направления, вот о чем мы уже вначале говорили. Естественно, есть желание строить дальше. И не нужно думать, что только мы сейчас будем изобретать, как это делать. Это все было продумано еще в 80-е годы. Другие ветки, например, Кировская должна идти по Левобережью. Здесь еще должны быть все это есть. Сколько в проекте вообще я так должен? Мы с вами посмотрим. Там есть, вот сейчас есть актуализированные, допустим, до 30-го года. Есть вариант до 2070-го года 70 станций. Ну, мы понимаем, что это вот так. А сейчас? Сейчас 13. Спортивной будет 14. То есть, по сути, в 5-6 раз больше. Да, но чтобы вы понимали, что такое примитивное Красноярское, вот возьмем и построим. Ну, допустим, бюджет Новосибирской 50 миллиардов. Построить простую станцию – это 7 миллиардов. Это, грубо говоря, взять чуть-чуть. Вот еще одну точку построить – это 7 миллиардов. А еще к ней надо тоннель сделать. Еще проложить и все сделать. То есть, я даже не моя точка зрения. Точка зрения всех экспертов, руководителей регионов, руководителей метрополитенов. Без единой федеральной программы строительства метрополитенов регионам нереально развивать метро самим. Просто невозможно. Вот пример Самары. 17 миллиардов и 7 на станцию. Как вы это сделаете? На всех уровнях власти, как бы, это не концепция, это данность. Метро – это стратегический каркас транспортный. Новосибирская. То есть, к станции метро привязывается, соответственно, автобус, троллейбус и так далее. Вот поэтому и необходимо. Вот, если позвольте сразу же о развитии, да? Вот у нас Маркса сейчас перевозят людей больше, чем планировалось. Она сейчас… Когда-то была студенческая, конечно, сейчас Маркса. То есть, перегружена даже. Да, и еще нужно хотя бы две, и это будет захватывать большой очень поток, значит, пассажиров. Соответственно, здесь ситуация изменится. У нас, кстати, есть в чем еще резерв. У нас четыре вагона в поезде, но, в принципе, все наши станции рассчитаны на пять. То есть, резерв у нас есть. Но, если вы посмотрите, сколько стоит один вагон… Опять, деньги очень дорого. Тоже неприятно удивить из для Красноярска. То есть, сейчас это, ну, порядка 150 миллионов. Еще вот это одно направление развития. Это уже продумано на уровне города. Уже документы Москве на госэкспертизе. И самое главное сейчас – это достройка линии Дзержинской. Значит, здесь две станции еще. И последнее – это нам нужно новое депо. Кстати, метро – это еще не только станция, это еще и депо. На каждую линию по закону жена должно быть свое депо. Вот нам можно второе. И тоже нужно строить. Давайте я пофантазирую о негативных сценариях. Вот вы взяли и завтра закрыли. Вот нет ни красной, ни зеленой. Что для Новосибирска изменится? Ну, Новосибирск станет просто в пробках. Как у нас, понимаете, вот проблема. Почему у нас четвертый мост сейчас строится платный, да? Хотя там разные дискуссии на его счет идутся. Вот проблема между левым и правым берегом. Я читал на вашем сайте, что порядка 150 тысяч ежедневно людей перевозят. Правильно ли поправьте меня? Практически 10% населения Новосибирска пользуются метрополитеном каждый день. Ну, это половина общественного транспорта. Метрополитен перевозит. 50% перевозит, да. И вот когда вы говорили о роли метрополитена, транспорт – да. Но в больших городах, вот вы сказали про историчность, как бы это значит термин, да, который можно там обсуждать, приведет к Красноярску, к Новосибирску. Это еще и социальное пространство. Что это означает? Вот у нас, особенно вот здесь, на площади Ленина, в подземном переходе, и прямо на станции проводят массовые мероприятия. Художники, музыканты, были театральные представления. То есть у нас еще и очень популярны в городе это расклейка, ну, скажем так, плакатов условно, да. Вот, например, все маршалы, герои, значит, потом летчики знаменитые. Каким-то собой. Вот у нас, например, сейчас, если будете потом снимать, вот рекомендую на площади Ленина посмотреть, там две выставки. На одной стороне 35 лет метрополитену, как он строился, а на второй, она уже больше года, но люди просят ее оставить. Это археология Новосибирска. Что метро, оно вкликено в культурную жизнь города. Если вы посмотрите, сколько стихов есть, и песен о метро, это тоже показатель. То есть это уже элемент городской жизни. Давайте немножко поговорим о перспективах и о реалиях. Понятно, что вы наверняка болеете за то, что метро строится не так быстро, как хотелось бы. А чего хотелось бы, как нужно дальше развивать. И конкретно, что вы могли бы посоветовать федеральные властям? Ведь ваши депутаты в Госдуме сидят. Они должны лоббировать ваши интересы и новосибирцы. Значит, нужно сначала одну вещь, две вещи сказать, которые гостинам тоже будут интересны. Во-первых, метрополитен сам ничего не строит. Метрополитен – это эксплуатирующая организация. То есть он перевозит пассажиров. Строит специальные организации. Но в Сибирске тоже. Спортивную мы не строим. С нами согласовывают какие-то вещи. Вот. Сейчас, например, туда пришли уже эскалаторы. Сейчас первые их устанавливают. То есть работа идет. Значит, это раз. Потом вторая вещь, которая всегда вызывает массу споров, сколько должен стоить проезд на метро. Так вот, метрополитен тоже не устанавливает этот тариф. Этим занимается специальный департамент при региональной власти. Вот, как правило, приходится объяснять это постоянно. Наша задача – развивать то, что есть. И вот это нам удается, должен сказать. Но что касается стратегических планов, понятно, что я уже задаю такие больше политические, инфраструктурные вопросы. Но какой запрос-то от жителей, от города? От жителей запрос очень простой. Нам нужно больше станций. То есть есть проекты удивительные. Метро до Берска. Это пригород. Метро до города ООП. Как правило, это все всплывает в период, разумеется, политических перипетий. Но просто показать здесь сам смысл, что люди в своих предвыборных программах все равно думают о том, как бы им провести метро, куда оно никогда проведено не будет. Под землей. Когда можно и на земле провести дорогу железную. Ну, между прочим, на земле. Это в Сибири не так просто. Ведь это же будет все ржаветь. Согласитесь, что огромное значение имеет в хорошем смысле лобби города и области на федеральном уровне. Стратегические вопросы. Красноярцы постоянно упрекают местную власть за то, что мало этот вопрос шевелят на федеральном уровне, потому что без федеральных денег невозможно ни универсиаду провести, ну, понимаете, о чем речь, ни крупный проект построить, мост через реку, метро. Везде, где звучит сумма десятки, не дай бог, сотни миллиардов рублей, без Москвы никак. Строить Дзержинскую линию, вот две станции, это больше 20 с лишним миллиардов рублей. Ну, вы так называете, как будто это баснословные деньги. Ну, для Москвы-то, для федерального бюджета нет. Бюджет Новосибирска, это 50. Ну, так не на свои же деньги строить. На свои. Почему на свои? Потому что Москва не строит. Москва строит московское метро. Все остальное... Приходится доказывать. Ну, кому доказывать? И что должен? Нет, наши депутаты об этом говорят. Говорят. Но вот вы говорили о том, что постоянно проводятся инициативы. Да, масса инициатива бывает. И в Госдуме, и в Совете Федерации. И перед выборами особенно. Ну, это же всего лишь, так сказать, протоколы о намерениях. Вот, когда недавно президент сказал о том, что будут варианты кредитов долгосрочных, да, с низкой процентной ставкой, естественно, все оживились. Возможно, это возможно у нас. То есть, чтобы мэрия Новосибирска брала кредит у Минфина для того, чтобы строить подземку? Ну, вот что-то типа такое предлагается. Вот, то есть, вариант... А вот даром-то дать своим же людям в Сибирь, которая кормит Москву, это трудно. Ну, а почему в Сибирь? Нижнего Новгорода, например, или, допустим, Екатеринбургу. Им тоже кто даст? Никто не даст. Я считаю, что никто не даст. Нет установки вообще федерального центра такой. Строить метро. Вот у нас в Красноярском крае... И вы сами тоже его не поставите. Секундочку, политики как рассуждают? Если регион донор... Вот Красноярский край... А оставьте нам больше, да? Подождите. Ну, Красноярский край вот отдает в казну федеральную полтриллиона рублей каждый год. А потом ходим с протянутой рукой и клянчим. Дайте нам на спортивные мероприятия, дайте нам на метро и не можем допроситься. Дайте нам на мосты и так далее. Начинаем дали 22, потом один оставили, если я правильно помню. Ну, у нас оставляют треть. А что с Новосибирской областью? Вы же тоже оказываетесь в формате с протянутой рукой перед Москвой, в том числе и ради метро. Ну, здесь, я еще раз повторю, дело не в Новосибирске. Вы, кстати, все в такой ситуации. Вот нет. И о чем мечтают все руководители, просто мы общались, руководители метрополитенов. О том, чтобы была некая единая федеральная программа. Ведь были же наметки. Чемпионат мира нужно было построить. Вот у нас случайно, у нас опять строится станция. Но это вот так получилось, что она появилась. А чтобы это был мощный план, ну, на это как бы один ответ, если сейчас денег нет. Поэтому наша задача, вот то, что есть, сохранять. Потому что, вот, например, начальник Петербургского метрополитена очень хорошо сказал, говорит, вот вы говорите о проблемах. Рано вам еще говорить. Вот когда будет вашим метро 50, тогда мы поговорим о проблемах. Вот, поэтому очень важно сберечь то, что есть. Новосибирский метрополитен единственный, который освоил собственную технологию капитального ремонта вагонов. У нас вагон 85-го года производства. Вот. 30 лет пробег, потом капремонт. Все остальные ремонтируют в Москве. Мы сами научились. Кстати, частично сотрудничали с Красноярском по различным вещам для этого. Сейчас бы что сами освоили. Вот это тоже важно. Друзья, ну вот мы с вами разговариваем несколько минут о том, каким образом в Новосибирске появился, как он в Красноярске может появиться, и почему, допустим, это буксует. И здесь рост сети метро, и в Красноярске вообще ничего не происходит. У нас все равно такие же вопросы. Такие же вопросы у всех, одинаковые. Чтобы было, потому что очевидно, что нам этого мало. Город растет. Ему нужно. Где это взять? Это при том, что в Новосибирске чуть ли не вдвое выше доходная часть бюджета, чем в Красноярске. Естественно, что за счет местной вряд ли чего-то можно построить. Остается дожидаться. Нигде в стране. Нигде в стране, кроме Москвы. Москва может много чего сделать для себя, но мы живем не в Москве, мы живем в России. Остается надеяться только, что хотя бы в предвыборный год наши народные избранники, прежде всего в Государственной Думе, где в том числе распределяют федеральные деньги на регионы, на дотации. Станция охотный ряд. Да, чтобы с охотного ряда, чтобы в пределах Садового кольца подумали еще и о тех, кто живет за его пределами, в 4 и в 3 тысячах километрах от столицы. О Новосибирске, о Красноярске и о других городах, которые тоже хотят жить хорошо. Это ютуб-канал Красный Плюс, я журналист Дмитрий Полушин. Благодарю моего гостя за такую интересную беседу. Всего вам доброго. Давайте пройдем в музей метрополитена. Метрополитен одно из тех предприятий Новосибирска, которое не дает историю, которая была до и после всех перемен. У нас единая история. 35 лет предприятию. Здесь вы можете посмотреть разные этапы развития. Естественно, наибольший внимание это строительство метрополитена, как его добивались. Это было очень непросто. Как оно происходило. У нас многочисленные контакты. Вот если мы посмотрим, что там. Зубар, это понятно, это минский метрополитен. Это питерский. И так далее, далее, далее. Вот такие у нас есть под активики с нижнего Новгорода. Все, кстати, метрополитены очень дружат между собой. И они объединены в рамках Международной ассоциации метро. Проводятся мероприятия по самым разным сферам. Значит, есть еще интересная вещь. Если, дай бог, когда-то в Казнарске будет метрополитен, то вот такие вещи у вас должны быть. Это ключ от станции. Символически, разумеется. Когда станция открывается, то вот такой ключ улучшается. Это от станции Бирюзовой рощи. И сколько у вас таких ключей? Сока станции? Нет, не столько станции. Потому что, когда вначале задавалась линия, то не по-1. Вот, смотрите, тоже. Золотая Нева. Самая современная станция. В каком году введена? Ну, в 10-ом, проверим. Потому что там... этапа были. Вот, смотрите, Маршал по кнопочке на станции. Одна из самых интересных. Рекоменду вам там побывать, поснимать. Там Аэрокобра под потолком, на который он летал. Модель. Вот, очень оформлено, интересно. А вот, вы спросили про одну станцию. Видите, вот здесь сразу 5. Это вот первая линия как раз. Вот, 5 станций. Увесистые ключики. Ну, память должна быть весомой. Значит, вот это как раз этап. Вот наши... Начиная с тех времен. Все это у нас сохраняется. Материалы, из которых строилось все, вплоть до знамени. Вот, то есть музей, это как бы часть истории. Он постоянно пополняется у нас. Вот, ну и... А какой самый старый экспонат, как вы думаете, здесь? Если вы имеете в виду по хронологии, то это, разумеется, образцы камня. То есть, вот эти. Которые насчитывают много-много лет. Порождение, я имею в виду. Ну, понятно. Вот, а так, конечно, самые старые, это, если говорим, кроме шуток, это публикации и сувениры 1985 года, когда метрополитен открылся. КОНЕЦ